Маленькая Надя в свои пять лет очень открытая и трудолюбивая девочка. На конкурсе рисунков она недавно заняла первое место. Надя также, как и многие другие воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, попала сюда через управление опеки. За несколько месяцев успела освоиться и сейчас с другими ребятами готовиться к новогоднему утреннику. Учим песни, танцем и красиво надеваемся. Все находящиеся в этом центре дети проходят социальную реабилитацию. Им помогают воспитатели и психологи. Причем помогают не только научиться рисовать или танцевать, но и вернуться в семью. Из 150 детей, которые находятся в этом центре, только 32 – круглые сироты. У остальных есть родители, но по разной причине временно от воспитания ребенка они отстранены. По словам зампреда правительства Валентины Вобликовой, задача Центра еще и в том, чтобы вернуть горе родителей на путь истинный. Тогда есть шанс, что ребенок отправится домой. Каждый ребенок имеет право на семью. Прежде всего, конечно же, на свою родную семью. Да, мы, как говорим, кровную семью. И поэтому центры сейчас оказывают помощь не просто детям, а оказывают помощь семьям, в которых случились те или иные проблемы. Как то и алкоголизм родителей. Это и кодируем. Если не могут устроиться на работу, помогаем с трудоустройством. Потерянные документы, помогаем с документами. Ну, самые различные виды помощи, в том числе и материальные. Перевоспитание родителей идет, но не так успешно, как хотелось бы. По статистике, право забрать своего малыша получает одна семья из четверых. Те дети, чьи родные мамы и папа оказываются плохими учениками, получают шанс попасть в приемные семьи. Последними также работают психологи. При центрах действует школа помощи приемным родителям. Ну, вы понимаете, отдавая ребенка в опекунскую семью, мы всегда говорим, что ребенок – это не игрушка, которую поставил в угол, и она будет стоять смирно. Взяли ребенка в семью, представьте, что вы его принесли из роддома, и начинаем его воспитывать заново. Поэтому такие проблемы бывают, но мы стараемся там, где возможно, оказать посильную помощь, найти с точку соприкосновения, чтобы ребенок остался в семье. Сами дети, уже столкнувшись с недетскими проблемами, здесь живут обычной жизнью дошкольников – сон, еда, занятия. Возможно, только мечты у них другие, нежели у сверстников. Вдруг под Новый год тыква превратится в карету, на которой приедут мама или папа, и заберут туда или летают бабочки. Светлана Шапаренкова, Александр Мокин. Новости сейчас.